Как подбирать регулирующие клапаны? При выборе сервопривода для регулирующего клапана необходимо учитывать ряд важных факторов, которые могут оказать влияние на эффективность и надежность работы системы. В первую очередь следует обратить внимание на тип клапана двухходовой, трехходовой, разделительный или смешивающий. Характеристики рабочей среды, то есть такие как давление, расход, температура и другие технические параметры, то есть чем и занимается наша компания профессионально, то есть подбор клапанов по параметрам. Для пневмопривода и позиционера также важно учитывать напряжение питания, сигнал управления, наличие обратного сигнала, а также условия эксплуатации, место установки, температура окружающей среды и тому подобное. При выборе такого привода необходимо определить нужен ли ручной дублер и требуется ли дополнительное оборудование для подготовки пневмолинии, например фильтр-редуктор или пневмораспределитель. В случае с электроприводом также важно учитывать тип клапана, характеристики рабочей среды и другие технические параметры. Необходимо также обратить внимание на напряжение питания, сигнал управления, наличие обратного сигнала и условия эксплуатации, место установки, температуру, температуру где вы будете устанавливать, окружающая среда или в помещении. Тщательный анализ всех перечисленных выше факторов поможет выбрать подходящий сервопривод для регулирующего клапана, обеспечивая стабильную и эффективную работу вашей системы. Помните, правильный выбор подходящего сервопривода для регулирующего клапана – это ключевой шаг к оптимизации работы вашего производства. Добро пожаловать в автоматизацию. Люди ошибаются, а сервоприводы нет. Сервоприводы работают так, как их настроили. Поэтому рекомендуется консультироваться со профессионалами в данной области. Можете обращаться к нам, можете обращаться к другим. Но обращайтесь обязательно. И наши инженеры, и возможно другие, за других сказать не могу, но наши точно обязательно вам помогут и подберут наиболее оптимальный вариант. А даже подложат, наверное, несколько. Более подробно изучить вопрос, с каким сервоприводом лучше выбирать регулирующий клапан. Можно будет по ссылке, она появится где-то здесь, а также она будет под этим видео. То есть мы написали для этого специальную статью. Вы можете прочитать статью и понять, на какие подводные камни вы можете нарваться. Также ее можно поискать в разделе «Блог» на нашем сайте. А еще можно будет посмотреть неплохое видео, которое мы сняли уже заранее. Я, как бы, повторяется, думаю, это излишнее. А называется оно «Как подобрать типоразмеры регулирующих клапанов в паровую систему». Ссылку сейчас тоже вам здесь. И ссылка будет под видео. Ну, можете также на нашем YouTube-канале его посмотреть.